Субтитры сделал DimaTorzok 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 А просто крикуют в эти красные крестики, и персонаж сам что-то покупает. Не все до сих пор здесь допёрли, что не обязательно лететь на базу, чтобы закупиться. Достаточно подойти к вышке, то есть не надо никакие, сказать, магазины в лесу. Есть какие-то нейтральные зоны, которые можно захватывать. Что они дают, вообще не в ебу. И знать мне не очень хочется, честно говоря, потому что... Ну вот смотрите, да, вот втроём, бля пизда мне, втроём мы напали на персонажа. Каждый кинул нюк, а то и несколько... Вот, меня резнули. И он... И он погибал, он подыхал от наших ударов целых несколько минут. Заюзаю-ка телепорт и вернусь-ка я на базу. Ай, да, я успел. И думсик тоже. А, думсик сдох. Вот, значит, что ещё? Чем ещё примечательны? Да ничем оно больше не примечательны, кроме абсолютной тупости во всём. Зачем здесь нужны варды, я не знаю. А, есть ли руны, я не видел. Ну-ка, я сюда F. Ну-ка, вот поставлю сюда эту хрень, посмотрим, будет ли обзор. А, нейтральные крипы, да. Нейтральные крипы, роботы. Миньоны в обеих командах, роботы. Да, это абсолютно всё правильно. У меня скилл поставить варду, это... Это круто. Похоже, что я маг. Здесь трудно иногда определить, какой персонаж с ближней атакой, какой с дальней. И даже Бэтмен здесь кидает батарангами, он не бьёт в упор. Милишников, то есть здесь очень мало, а в основном все дальнего боя. Не знаю, почему персонажи DC Comics не давали покоя разработчику, что он решил опошлить этой игрой. Или облагородить, я не знаю. Но я боюсь сильно говнять, потому что, мне кажется, у меня на канале найдутся фанаты любого... Любого игры, чуть-чуть не сказал, любого. Поэтому... Поэтому буду максимально сдержан и толерантен. Вещи... Ну, где-то я... У меня матч шёл обучающий последние минут 15. За это время я купил, наверное, все артефакты, все 6 слотов. Мой дамаг стал сильнее всего лишь на сотню. То есть сейчас я наношу 57, стану 157 в конце. Ультану-ка я. Немножко не понял, что сделала моя ульта, но я его вроде зачекандосил. Да, я его мочканул. А, ну это же мы против ботов играем. Да, я же забыл. А то... А то... А то радуюсь уже, сижу порожняком. Я думаю, многие заметили вот эту синюю сетку, которая по краям лайна находится. И сейчас гадают, что же это. Отвечаю. Это поле делает невидимым того, кто в него встанет. Просто верх гениальности, я считаю. Отличная, отличная хренотень. Поскольку ничего хорошего больше про эту игру сказать невозможно, переходим к моей больной фантазии. А, вот сделали игру на базе персонажей из комиксов. Это, конечно, интересно, красочно и так далее. Но надо же как бы следовать и реальным, суровым реальным, реальной жизни. Я предлагаю сделать новую мобо-игру с реальными персонажами. Скиллы я сейчас зачитаю, как и назову персонажей из этой игры. Если потом будете делать, не забудьте позвать меня в проект, а то я вас по судам затаскаю. Но, понимая также то, что никто не будет на ютубе вводить в поиск никакую херню, типа новые персонажи, новая игра. Поэтому я назову это новые персонажи для доты, чтобы как можно больше людей посмотрело это. При создании скиллов использовался юмор различной тонкости, толерантности и политкорректности. Так что, если вы ранимая душа, лучше не смотрите это видео дальше. Идею, кстати, я увидел в новостях одного из подписчиков, который добавил меня в друзья ВКонтакте. Там был Сталин и несколько скиллов, какие бы у него были, если бы он был персонажем доты. Мне понравилось, было забавно, но я посчитал, что смогу сделать лучшее. И так вот что получилось. Открывает хит-парад героев, конечно же, товарищ Сталин. И его первый скилл, штрафная рота. Некоторое количество невооруженных пехотинцев без брони и жизни смело идут в атаку, тем самым образуя непроходимую защитную стену из трупов. Скилл номер два. Расстрелять. Одним кликом можно отправить своего врага прогуляться по расстрельному коридору в застенках НКВД. Скилл номер три. Приказ 227. Пассивный. Ауракт. В народе приказ 227 известен как «Ни шагу назад». Каждый, кто во время атаки побежит в другую сторону, натыкается на заград отряд и немедленно уничтожается. Четвертый скилл товарища Сталина. Ульта. Называется «Жуков». Когда все очень-очень хреново, товарищ Сталин призывает маршала Жукова, и команды меняются очками, башнями, здоровьем базы и прочим. То есть ситуация на поле боя меняется кардинальным образом. Но поскольку есть в игре Сталин, должен быть и герой-антагонист, он же Адольф Гитлер. Итак, первый скилл Адольфа. Адольф может послать подкрепление для одной из своих армий. Подкрепление для армии Северна Топ, подкрепление для армии Центр на Мид, и подкрепление для армии Юг на Ботлайн. Скилл номер два «Водушевляющая Зига». Все, кто ее видит, получают бонус к броне, к атаке, к урону и ко всему прочему. Скилл третий. Пассивка. В 4 часа утра по игровому времени получает бонус к дерзости. Скилл номер четыре. Ульта. Суицид. Попав в безвыходную ситуацию, герой совершает самоубийство, дабы его фраг не достался врагу. Третий герой по списку, но ни в коем случае не по значению, Владимир Владимирович. Скилл первый. Мочить сортире. Герой телепортируется в фонтан возрождения на вражеской базе и убивает там того, кто ему больше всех не нравится. Второй скилл состоит из двух видов атак, одинаковых по мощности. Дальний и ближний. Издалека эта ракета Тополь-М вблизи это бросок через бедро. Скилл третий. Аура стабильности. Аура стабильности, которая стабильно ни хрена не дает. Скилл четвертый. Ульта. Референдум. Союзные игроки из вашей команды голосуют за то, кто из игроков команды соперника выйдет из ее состава. Четвертый герой, он же Дмитрий Анатольевич. Скилл первый. Реформа. Дмитрий Анатольевич реформирует класс выбранного врага, меняя ему название. С воина на рыцаря, либо с мага на колдуна, либо с лучника на стрелка и так далее. Скилл второй. Спам. Дмитрий Анатольевич пассивно твитает в чат рандомные сообщения, отвлекая внимание врагов. Скилл третий. Пассивная аура. Нано-аура. У всех скиллов, вещей и классов в игре пассивно появляется приставка нано. Никаких дополнительных свойств аура не имеет. Казалось бы, абсолютно бесполезный персонаж, однако тут все решает ульта. Итак, четвертый скилл ульта. Путин. Дмитрий Анатольевич призывает на поле боя Владимира Владимировича со всеми скиллами. Персонаж под номером пять. Барак Обама. Скилл первый. Замах ушами. Резкий поток воздуха либо отбрасывает врага назад, либо притягивает его вперед. Скилл второй. Провокация. Барак Обама своей улыбкой вынуждает всех противников атаковать его. Скилл третий. Пассивка. В ночное время герой становится невидимым. Скилл четвертый. Ульта. Демократия. Персонажи противников перестают быть командой. Начинают твердить, что все они равны, все свободны, голосовать за все подряд. Кого они гангнут, кто что купит, кто куда пойдет, вследствие чего полностью теряют боеспособность, срутся и начинают по очереди ливать из игры. Под следующим номером идет Виталий Кличко. Со скиллами в общем-то все просто. Первый скилл джеб левый. Второй скилл панч правый. Третий скилл брат за брата. Пассивка. В случае, если Виталия побеждают, появляется Владимир Кличко и мстит за брата. Скилл четвертый. Ульта. Взгляд в завтрашний день. Виталий заглядывает в будущее. В это время все враги слепнут, потому что в завтрашний день смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Персонаж под счастливой цифрой 7. Ангела Меркель. Скилл первый. Жест защиты. Ангела складывает руки домиком и получает овер до хрена защиты от ментальных атак и бесконтактного карате. При этом не может атаковать, потому что руки заняты. Скилл второй. Старость. Ангела делает персонажа своим ровесником и он теряет скорость, силу мозги и иногда сознание. Скилл третий. Пассивка. Аура. Санкции. Все игроки Евросервера получают в три раза меньше и теряют в два раза больше золота. Скилл четвертый. Ульта. Гей-парад. По миду карты с одной базы до другой стартует масштабный гей-парад. Он не наносит урона, но и его нельзя атаковать. Оказывает деморализующее действие на всех игроков, потому что когда видишь такую херню, из игры хочется ливнуть. Восьмой персонаж. Арсений Еценюк. Скилл первый. Звонок Меркель. Арсений получает рандомную сумму денег. Скилл второй. Звонок Обаме. На рандомном лайне появляются дополнительные рандомные войска. Скилл третий. Пассивно видит след из запаха от недавно пробегавших персонажей мужского пола. Скилл четвертый. Ульта. Перепись истории. Арсений каждые пять минут может менять местами счет команд. Это ничего не меняет, но ему приятно. Ну и замыкает сегодняшний список персонажей. Иисус. Персонаж, как мы знаем, абсолютно пассивный, поэтому и все четыре скилла у него в пассивке. Итак, скилл первый. Пассивка. Скоростная ходьба по воде. Скилл второй. Пассивка. Смертельный урон по оборотням, девонам и вампирам. Скилл третий. Пассивка. Аура христианства. Каждый игрок отдает церкви десять монет в минуту на свечи, масло и постройку другой церкви. Скилл четвертый. Ульта пассивка. Все фраги игроков засчитываются Иисусу, потому что убийство это грех. Иисус возьмет их на себя. На этом у меня все. Не забудьте что-нибудь нажать, что-нибудь написать и кинуть ссылку своим друзьям. Скилл. Скилл.